И наконец удивительное рядом. Россия на первом месте в мире по количеству вузов. Изучает все от НЛО до техники общения с загробным миром. Откуда берутся эти академии, университеты, не говоря уже о бесчисленных колледжах? И чему там учат? Об этом расследовании автора программы специальный корреспондент Бориса Соболева. При советской власти в России было около 300 вузов. Сейчас вместе с филиалами 3600. Это абсолютный мировой рекорд. То же и с числом студентов. В стране их уже 7 миллионов 700 тысяч. Втрое больше, чем в 90-м году. В вузы шло 20-25% от общего числа выпускников школы. Сегодня, несколько лет подряд, количество людей, поступающих на первый курс, превышает количество людей, которые заканчивают 11 класс. То ли граждане массово ринулись получать второе высшее, то ли вузы слишком увлеклись приписками ради получения лишних дипломных бланков. На черном рынке они в большой цене. Есть еще одно объяснение. Возможно, часть студентов попадает в вузы, вообще минуя школу. Прямиком из-под воротен, с гор, с пальм. Нынче это не мудрено. Я дам вам сейчас чистые бланки всего, что надо запомнить. Вы дома запомните, если принять решение. Принесете готовый вариант. Я вам дам даже тесты. Заполните дома и принесете вместе с платой за обучение. Так выглядит вступительный экзамен в обычный московский коммерческий вуз. А вот кого из этих вузов потом выпускают. Вы юрист? Да, юрист. Сколько статей в нашем главном законе? Сколько у вас? Понял. Тугость в памяти. Вы юрист? Да. О чем гласит первая статья Конституции? Правда. Первая статья нашего основного закона. О чем гласит? Не помню. Отсюда следователи и судьи кодексов не читавшие. Отсюда падающие из-за человеческого фактора самолеты. Отсюда врачи, путающие магнезию с соляной кислотой. И даже молодежные шайки, где уже чуть ли не каждый второй студент. Все это тоже плоды просвещения. Современного коммерческого просвещения. Халява. Сидишь, ничего не делаешь. Так, спишь на парах. Им говорили, без работы не останетесь. Им обещали, будете востребованы на рынке. Так и вышло. Вещевой рынок города Вязьми. Много юристов, но они сейчас по специальности не работают. Рынки, магазины, такси. Бакалавр право. В свободное от торговли время подрабатывает на автомойке. Сосед по прилавку – магистр экономики. Работу устроить. Куда можно? Да, письмо, ну, зал. Через ряд прищепками и бегуди торгует дипломированный менеджер. Менеджеры, честно, в магазине продавцами, на самом деле. А так, больше нигде. В этом заштатном городке 50 тысяч жителей. При советах им хватало одного техникума. Сейчас на его месте коммерческий институт, а также два университета в школе и торговом центре и две академии в Яслях и на автобазе. Каждое новое учебное заведение мы согласовываем с исполнителем нашего субъекта федерации. И вот губернаторы пишут там, открыть в такой-то деревне, в такой-то станице филиал. Я спрошу, зачем он вам нужен? А мне говорят, а что с молодежью делать? В город она не поедет, а там органализируется, и кто ее там не ждет? В столице, кому они там нужны? На рынке труда местные. Пусть хотя бы ходят. И они ходят по заведомо тупиковой дороге. В России уже четырехкратное перепроизводство юристов, экономистов и менеджеров. Квалифицированных технарей при этом хронический недобор. Цирку можно купить, а вот мозги нет. Тульское КБ приборостроения. Во всем городе оружейников на старейшее и крупнейшее градообразующее предприятие не могут найти токаря, а также фрезеровщика, инженера, конструктора. В местном университете для подготовки технарей-оборонщиков выбили даже бесплатную квоту. 45 мест. В итоге конкурс полчеловека на место, выпускники пустое место. Профессорско-преподавательский состав. Ленивый. Он написал эти лекции 20 лет назад. И шпарит их. Поэтому, когда студент в виде молодого инженера приходит на производство, там ему говорят, голубок, да ты же отстал на 15 лет. Последнее интервью скоропостижно скончавшегося на днях Василия Петровича Грязева. Выдающийся русский конструктор-оружейник. В свои 80 лет он по 10 часов в день стоял у Кульмана, а потом еще водил по цехам экскурсии для школьников. Все надеялся найти себе преемников. Не хочу получить награду Патриот России, потому что проработал за станком 50 лет. Хочется жить как-то в мире побольше. Им говорят, не учитесь на безработных. Им объясняют, в местных юридических и прочих конторах стартовая зарплата уже меньше, чем в заводском КБ. Бестолку. Капризы моды, понятия о престижности профессии давно не имеют ничего общего с доводами рассудка. Мы как-то говорили вам, что в раю сложнее, намного сложнее, чем здесь. Филиал Волгоградского госуниверситета. Волжский гуманитарный институт. Видеосеминар. Практика общения с загробным миром. В чем заключается функция добрых духов? В общем, понятия есть и добрый, и добрый, и злой. Дальше теоретические занятия. Авторский спецкурс «Конструктивные особенности НЛО». 25% занимает металл. Следующая 30% биологическая масса, то есть она как резина. 4% занимает магнитная какой-то запитка. Говорит, вот запитаешь магнита, и тогда на корабле можно летать. По форме тарелочки подразделяются на выгнуто-пупырчатые, вогнуто-пузырчатые и углубленные на вроде суповых. Обратите внимание на лица студентов. Ни усмешки, ни тени сомнения, полное доверие к происходящему. Конечно, инопланетяне есть. Все это существует, все это при большом желании можно увидеть. Поэтому что-то отрицать здесь, я считаю, это неправильно. Это наука очень серьезная. Из диалога преподавателя уфологии с пилотом, плотно засевший в его мозгах летающей тарелки. Я спросил, а на каких кораблях вы летали? И вы знаете, что летает не по прямым, а через червоточины, по крайней мере преодолевая единые измерения. Он сразу, конечно, мы только стартуем и уже около Земли. Федеральные стандарты образования инопланетянам не указ. И если такое может твориться в крупнейшем региональном госуниверситете, то чего ж тогда ждать от бесчисленных частных лавочек? Мы должны прекратить обман людей. Мы должны прекратить обман молодых людей, которые думают, что они получают образование. Мы должны прекратить обманывать государства, которые, в общем, по формальным признакам считают, что получают образованных людей. Прекратить обманывать работодателей. Как уже говорилось с высоких трибун, из всех российских вузов разных форм собственности конкурентоспособны от силы 250. А что делать с остальными тремя с лишним тысячами? На какую бы планету их отправить? Вопрос остается открытым. Борис Соболев, Андрей Цыганов, Вести Невчонки.